Итак, я вас всех приветствую. Сегодня мы с вами встретились для того, чтобы провести вот этот мастер-класс, который называется «Делаем презентацию в PowerPoint для занятий в школе». Прежде чем мы с вами приступим к изучению PowerPoint, прежде чем мы с вами приступим к обсуждению этого, ну, я прежде всего хотел вас поблагодарить, что вы участвуете в этом замечательном действии, да, и к вебинару к нашему прекрасному подключению. Позвольте мне рассказать немного о себе. Здравствуйте. Курсов обсуждают и тренируются работать в офисных приложениях, в тех программах, которые входят в пакет Microsoft Office. Ну вот, кстати, буквально на следующей неделе стартует следующая группа базовой компьютерной подготовки для школьников. У нас какой-то звук посторонней трансляции. Ага, да, и я вас всех приглашаю, да, приглашаю вас, приглашаю вас записывать сюда. Так, значит, что у нас в плане курсов базовой компьютерной подготовки хорошего? Да, да, что у вас в центре специалист хорошего? Как преподаются курсы? Давайте я попробую еще раз выключить все микрофоны. Ага. Так, отлично. Вот, теперь, наверное, у нас нет звуковых поверхностей. Как у нас вообще идут дела с обучением? Ну, во-первых, центр специалист уже 29 лет учит людей. И очень часто, даже для школьников, даже по базовой подготовке, мы предлагаем обучение в режиме вебинаров. Мы предлагаем обучение в режиме вебинаров. То есть примерно так же, как мы с вами сейчас взаимодействуем, так же мы и предлагаем учить базовой компьютерной подготовки. Конечно, если у человека подготовка нулевая, это выглядит довольно странно. Но в прошлом году, ну и в этом году, что греха таить, мы находимся в таких вот достаточно тяжелых условиях. Бывает эпидемия, ковид, пандемия. И для того, чтобы вам было спокойно, вам было легко и вам было удобно, мы проводим занятия, в том числе и вот в таком режиме. Центр специалист гарантирует высокое качество образования даже при условии дистанционного обучения. Почему? Потому что работая в режиме вебинара, вы можете запросто взаимодействовать с преподавателем. У вас есть микрофон, вы можете задавать вопрос. Преподаватель может к вам подключиться, посмотреть ваши действия на персональном компьютере. Конечно, с точки зрения изучения базовой компьютерной подготовки, я вам честно признаюсь, не всегда все проходит гладко. Но, если вы записались на эти курсы или записали на наши курсы базовой компьютерной подготовки родственника, ребенка записали на курс Дебаз, просто будьте рядом во время первых нескольких занятий, да, впоследствии человек запросто освоится. Обучение в центре специалист предполагает разные формы занятий, да, вот слушатели, которые к нам приходят на курс Дебаз, да, часто выбирают очную форму обучения в группе, слушатели, которые обучаются у нас на других курсах, очень часто приходят к нам на смешанные формы обучения, да, в том числе и на так называемую открытую форму обучения. Но, конечно, по курс Дебаз для детей, возможно, какие варианты? Возможно, очное обучение, да, возможно, обучение в режиме вебинара, ну, крайне желательно присутствие родителей, господа слушатели, да, и, возможно, конечно, индивидуальное обучение, да, тогда в этом случае у нас ребенок учится не в группе, а индивидуально с преподавателем проходит учебную программу с той скоростью в том объеме, которое ребенку требуется. Ну, кстати, довольно часто предлагается вот такой вот вариант, особенно вот в последнее время. Так, вот у нас вопросы, для какого возраста детей рассчитана эта программа. Ну, что я вам могу сказать? Я думаю, что начиная где-то класса с пятого, эта программа будет оптимальной. Бывает, что на эти курсы приходят дети, которые учатся в третьем классе, да, или более ранней. Поэтому бывает по-разному, все зависит от конкретного ребенка. Сегодня на мастер-классе мы с вами будем обсуждать простые правила составления презентации. Очень часто в школе по разным совершенно учебным дисциплинам, по разным урокам детям требуют презентации. Ирина, а какой у вас вопрос? Что значит конкретней? Давайте потихоньку переходить к мастер-классу. Так, возник вопрос, сколько длится занятий у нас в чате? А какое занятие вас интересует конкретно? Вас интересуют курсы дебаз для детей, базовой компьютерной подготовки для детей? Ирина сообщает, что мастер-класс подразумевает несколько иную структуру. Конечно, Ирина подразумевает, естественно. И вот мы уже к ней переходим. Наберитесь, пожалуйста, терпением. Сегодняшнее наше занятие мы с вами закончим в районе 7 часов. По расписанию мы должны закончить в 19.10. Итак, господа слушатели, позвольте мне перейти все-таки к теме мастер-класса. Спасибо. Итак, сегодня на мастер-классе мы обсуждаем с вами работу в PowerPoint. Дети очень часто используют PowerPoint в работе, и, что говорить, часто требуется его знать достаточно хорошо уже в школе. То есть, не пройдя соответствующие подготовки в школе, требует от ребенка составление каких-то презентаций, докладов. И PowerPoint это, в общем-то, приветствуется. В принципе, это достаточно удобно. Соответственно, как выглядит работа в PowerPoint, что требуется, зачем нужно следить, вот об этом мы с вами сегодня будем говорить. Почему презентации в PowerPoint стали такими часто применяемыми? часто применяемыми? Почему презентации в PowerPoint стали популярными? Ну так же это какого? Господин, слушайте, у нас какая-то помеха, да, звуковая, да. Какой-то вопрос вы хотели задать? Давайте я потихонечку выключу. Так, прекрасно. Очень хорошо. Почему PowerPoint? Потому что PowerPoint входит в пакет Office. Офисный пакет, пакет Microsoft Office является одной из самых распространенных. Короче, на моменте увольнения, то есть надо уволить, нажать кнопку уволить, не сохранить на дискетку, а уволить. Потом зайти в ее личную компанию. Я выключил звук. Одно из наших слушательниц. Да, были у нас звуковые помехи. Давайте продолжать. Почему PowerPoint такой хороший? Потому что он интегрирован с остальными приложениями Office. И вы можете запросто использовать в PowerPoint элементы других программ. Например, вы можете использовать в PowerPoint таблицы из Excel. Какие-то объекты. Вы можете использовать в Word. Ну и, естественно, элементы компьютерной графики. Ну и по большому счету, PowerPoint представляет собой полезную программу. Именно из-за того, что она уже встроена в офис, и вам не нужно за нее платить. Второй раз. С чего начинается работа с программы PowerPoint? Давайте с вами посмотрим. Во-первых, мы должны с вами в первую очередь составить план нашего доклада. Если требуется рассказывать определенный доклад, крайне желательно предварительно составить план. И что самое главное, этот план должен быть увязан по времени. Поэтому, если ребенку задали доклад про Пушкина, то, пожалуйста, проработайте этот вопрос вместе с ребенком. Или пусть ребенок это проработает сам. И крайне желательно, чтобы он составил план доклада. О чем он будет рассказывать? Какую мысль он донесет? Вот три вопроса, на которые нужно ответить нам с вами. Какую мысль он донесет? И, конечно же, самое главное, увязать это еще раз по времени. С чего начинается работа именно в программе PowerPoint? С чего начинается создание презентации? Смотрите, очень часто люди напирают на визуальную сторону вопросы. Это, конечно, правильно, потому что в PowerPoint можно создавать достаточно красивые презентации. Можно создавать презентации вместе с анимацией. Но что самое-то главное? Когда вы будете показывать презентацию. Главное, чтобы презентация красиво смотрелась на экране. Достойно, приятно. В первую очередь, перед тем, как создавать презентацию, вы должны подумать, на каком устройстве вы будете его показывать. Это будет проектор, это будет телевизор, это будет какой-то другой экран. О чем нужно думать в первую очередь? О соотношении сторон. Сторон экрана. Разные устройства вывода, проекторы, телевизоры имеют экраны разного размера. И самое главное, разные соотношения сторон. По-разному будет выглядеть презентация, выполненная для экрана с соотношением сторон 4 к 3 на широкоформатном экране. Об этом нужно подумать в первую очередь, потому что от размера слайда, от размера сторон на слайде, будет зависеть расположение графических элементов. То количество текста, которое вы можете на этой презентации разместить. Итак, давайте посмотрим, как это может у нас PowerPoint выглядеть. При запуске программы PowerPoint появляется у нас вот такой вот симпатичный экран. Стартовый, начальный. Можно сразу начать использовать слайды и шаблоны презентации. Ну, а можно, естественно, посмотреть это все потом и применить шаблоны оформления презентации уже готовой презентации. Но, тем не менее, использование шаблонов господослушателям существенно экономит время. Существенно экономит время при подготовке каких-то графических материалов. Ну, вот поскольку у нас сегодня в мастер-классе он так взаимоувязан с курсом базовой компьютерной подготовки для детей, то давайте посмотрим, какие у нас есть шаблоны презентации. Ну, вот, например, для раздела образования. На начальном стартовом экране я выбрал раздел образования. Посмотрите. Ну, здесь я бы сказал, довольно симпатичные варианты оформления слайда. Да, смотрите, есть готовая презентация даже по астрономии про телескоп Хаббла. Кто бы знал, что она есть. Куча презентаций, смотрите, про динозавров. Удивительное дело, да? Если ребенок фанатеет от динозавров, я думаю, что он будет доволен. Да, и куча презентаций, смотрите, для всевозможных тестов для начальной школы, да и даже, в общем-то, наверное, для средней, вариант неплохой. Ну, если немножко отвлечься от излишней веселого для средней школы оформления самого слайда. Поэтому, госпожие слушатели, я вас призываю при создании презентации, что самостоятельно, что с ребенком, помнить про эти шаблоны. И при необходимости, пожалуйста, ищите шаблоны в сети, да, для поиска шаблонов. У нас есть на начальном стартовом экране в любом приложении Office и в PowerPoint тоже. Вот такое вот поле, вот такое вот замечательное поле. И, конечно же, конечно же, да, туда можно вводить поисковые запросы. Не все шаблоны презентации устанавливаются на компьютер пользователя вместе с программой. Создав презентацию, ну вот я на этот раз выбрал пустую презентацию, мы можем легко установить размер слайда. Это нужно сделать перед тем, как вы будете создавать уже тематическое направление, наполнение этих слайдов и добавлять на слайды текст и объекты. Размер слайда устанавливается здесь на вкладке дизайн в группе команд настроить. Соответственно, поскольку у нас, ну, по крайней мере, у меня широкоформатный экран, да, я могу выбирать широкоформатный вариант для слайда. Стандартный вариант слайда соотношением ставок 4 на 3 характерен для экранов не широкоформатных. Ну, некоторые старые проекторы вот до сих пор поддерживают этот вариант, этот размер. Опять-таки широкоформатный слайд на, при показе, при демонстрации на стандартном экране, да, будет выглядеть не совсем хорошо. После того, как мы с вами определились с шаблонами, с форматами, имеет смысл создавать, естественно, саму презентацию. Планируя количество слайдов для презентации, имейте в виду, что вы их будете рассказывать. Да, примерно может быть разный темп, но, как правило, не меньше двух слайдов в минуту, да, особенно если это не просто картинка, но какая-то картинка, имеющая смысловое наполнение. Рассказывая слайд, вы тратите время, и, конечно, поскольку время доклада не бесконечно, количество слайдов тоже может не быть большим. Подумайте о структуре презентации, лучше сделать слайдов меньше, но зато ребенок, ну и вы тоже при докладе не будет торопиться. Соответственно, при работе со слайдами, при работе со слайдами следует PowerPoint использовать готовые макеты слайдов. Очень часто, очень часто их игнорируют. Очень часто их игнорируют, однако, впоследствии это приводит к неприятным особенностям, да, ваша презентация становится какой-то странной, начинает себя как-то странно вести, сбивается форматирование, появляются на презентации новые блоки со словами, с буквами и так далее. Это не очень хорошо, это значит, что вы что-то не то сделали с макетом. Ну, давайте попробуем, напишем презентацию, название презентации, про что у нас будет презентация, господослушатели. Ну, я не знаю, про наш центр. Ну, давайте, про чай, да, про чай, да, про наш чай, да. Ну, и, естественно, автор презентации, да, обязательно нужно, да, пожалуйста, вынести это на слайд. В принципе, титульный слайд, он есть во всех презентациях и более-менее он одинаково выглядит практически всегда. Ну, а остальные слайды вы добавляете с помощью команды «Создать слайд», которая находится на вкладке «Главные». Сразу при создании слайда, пожалуйста, выбирайте его тип. Смотрите, какие у нас доступны основные варианты слайдов. Титульный слайд, но он у нас уже есть. Слайд «Заголовок и объект». То есть вы добавляете на презентацию заголовок, вы добавляете на презентацию заголовок и какой-то объект. Что за объект в этом случае доступен? Ну, давайте вот добавим такой слайд и посмотрим, например, вот сюда. Смотрите, это может быть электронная таблица из Excel или из Word. Это может быть график или диаграмма. Это может быть красивая графическая схема. Красивая графическая схема. Это может быть рисунки, изображения из интернета, ну и всевозможные видео. СПО-слушатели, в PowerPoint вы можете запросто встроить видеоролик из YouTube, пожалуйста. Для этого видеоролики из YouTube имеют кодовнедрения. Вы можете вставить видеоролик как с помощью кода внедрения, так и из-под PowerPoint запросто. Ну, у меня нет картинки с чаем, готовы для вас, поэтому я, естественно, воспользуюсь изображением из интернета. Так, ну ладно, посмотрим, что нам предложит программа. Так, ну что-то, это точно чай? Ну, вот это вроде похоже, да. А вот в часушке, наверное, это чай. А это разве чай? Это, наверное, Иван чай, правда? Вот как интересно. Ну что ж, давайте добавим картинку и создадим для нее заголовок какой-нибудь. Ну, вот хотя бы такой. Какие еще существуют макеты слайдов? Посмотрите. У нас есть отличный макет под названием «Два объекта». У нас есть отличный макет под названием «Объект с подписью». В принципе, если мы хотим с вами добавить на наш слайд дополнительную надпись, следовало сразу выбрать этот объект. Но изменить макет слайда можно и готового. Давайте мы с вами выберем этот макет сразу, да, объект с подписью. А здесь поменяем, да, вот поменяем тип. Вот, пожалуйста. Теперь рисунок у нас увеличился, да, а здесь мы можем написать что-нибудь полезное про чай. Если вы готовите презентацию, готовите ее вместе с ребенком или, может быть, сами, да, себе делается какой-то доклад, имейте в виду, PowerPoint не любит много текста. Старайтесь размещать текст на странице слайда по минимуму. Если требуется, сокращайте текст, превращайте предложение в короткие тезисные списки. Мы можем с вами написать здесь какую-нибудь фразу про то, что чай известен давно и пришел к нам из Китая. Чай известен человеку с незапамятных времен, он пришел к нам из Китая, купцы привозили, да, при царе, батюшке, да, вот что-то вроде этого. А можем написать, что чай известен давно и пришел из Китая тезисно. Давайте так и напишем. Давайте, я не знаю, с какого века, если честно. И так далее. Наталья спрашивает, как быть с размером шрифта и есть ли ограничения по символам. Наталья, это очень правильный вопрос. Ограничения по символам у нас диктуется размером самого слайда. Соответственно, чем больше у вас места на слайде под подписью вы отвели, тем больше у вас поместится на слайд текста и наоборот. А вот что касается размера, есть о чем поговорить. Вы, конечно, знаете, что экранные шрифты у нас измеряются в типографских пунктах. Один типографский пункт равен 72-й части дюйма. Почему дюйм? Понятно. Потому что мы работаем в американском программном обеспечении, правда? Почему 72-я часть так сложилась исторически? Так сложилось исторически. Так вот, при подготовке презентации нужно стремиться размещать текст на слайде как можно крупнее. То есть, если можно сделать текст размером пунктов 20, делайте его размером пунктов 20. Если можно сделать текст размером 24 пункта, лучше сделать размером 24 пункта. Правда, также это зависит еще и от того, кому вы будете эту презентацию показывать. То есть, смотрите, как только мы делаем презентацию, нужно думать еще и о демонстрации. О демонстрации. Да, про соотношение сторон на слайде мы с вами поговорили, а вот про размер шрифта пока нет. Так вот, если вы знаете, что будете демонстрировать эту презентацию в огромной аудитории, там много рядов, да, и люди там сядут где-нибудь сзади, может быть, да, то, конечно, важнее обеспечить читаемость. Делайте крупнейший рифт, насколько это возможно. Да, избегайте мелких надписей. Шрифт размером 12, 14 и даже, я вам честно признаю, 16 пунктов. Ну, под запретом, под запретом. Ну, какие-нибудь, может быть, отдельные объекты пронумеровать, ну, может быть, вы какую-нибудь диаграмму привели, то можно еще, может быть, шрифтом 16 пунктов. Но все остальное, вот текст, объяснение, выводы вы должны сформулировать и красиво расположить. Это должно быть также видно. Это должно быть также видно. Соответственно, друзья мои, думайте об аудитории. При демонстрации презентации, конечно, бывает полезным также иногда организовать и раздаточный материал, да, чтобы у людей в руках были какие-то, не знаю, распечатки, да, распечатать вашу презентацию и раздать. Тогда это здорово, и на слайде можно размещать уже немножко побольше текста, но тем не менее, не нужно просто копировать. Вот обычно школьники очень часто это делают, копируют и вставляют текст на слайд, да, чтобы его не писать, не читать и не перерабатывать. Это, конечно, неправильно. В этом случае презентация не выглядит круто. Что касается дополнительных возможностей, связанной с анимацией презентации, то тут, ну, я бы тоже сказал, что это не совсем, наверное, хорошо. Есть некоторая опасность, связанная с применением анимации. Конечно, анимацию вы можете применять, да, там, где она требуется, чтобы появлялось какое-то у вас дополнительное изображение на слайде по щелчку, допустим, да, если требуется такой эффект получить. Но излишнее стремление к анимации все же это плохо. Ну, во-первых, больше времени тратится на подготовку презентации и, честно вам признаюсь, при чтении доклада есть шанс сбиться. Можно забыть где-то щелкнуть, перевернуть слайд слишком рано или, наоборот, слишком поздно. Нуждаются дополнительные тренировки наш докладчик при наличии анимации. Какая анимация доступна в PowerPoint? Посмотрите, пожалуйста, на экран. Ну, в принципе, у нас есть три варианта простых эффектов, как минимум. Да, смотрите, это эффекты входа, когда какой-то объект, который вы хотите анимировать, появляются у вас на слайде. Это эффекты выделения, когда какой-то объект, которому вы хотите привлечь внимание, начинает как-то двигаться, подрагивать, да, и привлекает внимание аудитории. Ну, и эффекты выхода. Какой-то объект, он что делает? Исчезает, да, уходит со слайда. Разные варианты эффектов доступны, в том числе сложная анимация, связанная с перемещением объектов по путям, в том числе довольно сложной траектории. Ну, такая сложная анимация нуждается в сложной настройке, и, в общем, в PowerPoint эта анимация выглядит достаточно громоздко, трудоемко. Я не могу сказать, что нельзя добиться в PowerPoint хорошего эффекта в плане анимации всевозможных слайдов, да, но на это требуется соответствующая силия, и докладчик, естественно, должен быть подготовлен, доклад должен быть отрепетирован. Господа слушатели, переходы. При необходимости можно заменить анимацию простыми эффектами переходов, хотя, вообще говоря, это тоже немножко тормозит доклад. В программе PowerPoint есть возможность создавать презентации, которые содержат снимки экрана. Объекты SmartArt вы можете добавлять в презентацию, легко превращать всевозможные списки в тому подобные объекты. Давайте попробуем, да, вот добавим такой объект. Давайте мы его лучше добавим на новый слайд. Сейчас макет изменим, вот объект с подписью. И, в общем-то, эти простые способы позволяют сделать практически любой доклад достаточно симпатичным, привлекательным и интересным. Не забывайте, пожалуйста, про читаемость. Не забывайте, пожалуйста, про аудиторию, когда вы демонстрируете слайды. Да, и, пожалуйста, да, если речь идет о работе с PowerPoint с ребенком, да, проверьте, как он этот доклад делает, что он рассказывает, отрепетируйте с ним, особенно если этот доклад какой-то серьезный, может быть, не знаю, открытый урок или какой-то конкурс. У нас в центре специалист. Работа с PowerPoint для школьников осматривается в курсе базовой компьютерной подготовки для школьников. Я приглашаю вас, ваших детей, на эти курсы. Здесь, помимо PowerPoint, рассматривается также работа в Windows, работа с файлами и папками, устройство компьютера, работа с текстами в Microsoft Word, Microsoft Excel. Работа на этих курсах заканчивается конкурсом, обычно веселых презентаций в аудитории. Да, ребята создают слайды, рассказывают их, да, и таким образом тренируются выступать и использовать современные программные продукты. Все преподавание строится на применении Office 2019, да, современные версии программных обеспечений находятся в работе. Хотя, господи слушателей, если дома, да, у наших школьников установлены, ну, хотя бы Excel 2013, хотя бы PowerPoint 2013, не очень старые версии программ, то это тоже вполне сойдет. Я разместил на всякий случай в личном кабинете на странице группы, господи слушателей, для вас. Вот такие файлы, господи слушатели. Файлы презентации, да, которые мы с вами смотрели, вы можете посмотреть и в личном кабинете. Также я добавил в личный кабинет вот такие вот инструкции для работы в вебинаре, да, потому что, конечно, сейчас, несмотря на то, что снова центр специалист у нас работает, да, и курсы очно можно проходить, использование вебинаров, да, все-таки важное дело, да, и очень часто слушатели нам на вебинары именно записываются. Есть ли вопросы по поводу курсов наших, по поводу работы в PowerPoint, по поводу мастер-класса? Стандартные ошибки у школьников следующие, да, школьники любят копировать текст из источников и никогда его не перерабатывают. Это же стандартная ошибка, Наталья. Она, впрочем, и у всех остальных пользователей программы PowerPoint, да, если вы берете текст для своей презентации из какого-нибудь источника, да, то текст, естественно, должен быть переработан. И, честно, я вам признаюсь, да, лучше его сократить до минимума. На слайде вместо скопированных предложений должны быть краткие тезисы. Ну, а ребенок, естественно, должен уметь эти тезисы развить, рассказать. И самое главное, о чем школьники не догадываются, друзья мои, о том, что каждая презентация должна ответить на самый главный вопрос. А почему же я делаю этот доклад? Для чего? Что я считаю важным? Пожалуйста, когда вы готовите презентации вместе со своими детьми, да, когда ребенок ваш готовит презентацию в ту или иную, на этот вопрос он обязательно должен ответить в докладе. Это то личное отношение, которое мы от него ждем, да. Человек должен подготовить презентацию по какому-то материалу, пропустить этот материал через себя, да, и сформировать какое-то определенное свое мнение, да, подчеркнуть свой определенный интерес. Ну, а не просто рассказать про Пушкина или про Парадинскую битву, ну, или вот про какие-нибудь там травки-муравки, которые школьник посадил и подрастил. Так, господинцы слушатели, наш мастер-класс закончен. Спасибо за внимание. Я всех вас приглашаю к нам на курсы «Центр-специалист». И не только школьников я приглашаю на курсы «Центр-специалист». Приходите к нам обучаться. Вот, пожалуйста, в личном кабинете, да, есть у нас материалы по обучению в «Голд-миссинг». Да, приходите к нам. Курсов у нас разнообразной массы. Так, спрашивают, где презентации. А презентация у нас вот здесь, да. Презентация у нас вот здесь, да. Давайте посмотрим. И вы найдете эти презентации в личном кабинете на странице группы. Спасибо. 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 До новых встреч, друзья. Приходите к нам в «Центр-специалист». Продолжение следует. Продолжение следует...